Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Дмитрий Ярыш, 42 года. Родился в рабочей семье в Днепродержинске. Как и многие его сверстники, в конце 80-х проникся идеями национально-освободительной борьбы. В 17 лет, по легенде, поднял в центре родного города желто-голубой флаг Украины. Служил в Советской армии в ракетных войсках. По образованию Ярыш филолог. Диплом получил почти в 30 в педагогическом университете, где преподавал один из его соратников-националистов. Декабрь 2013-го. На улице украинской столицы с самодельными дубинками хлынула киевская молодежь. Уставшие от безрезультатного мирного протеста студенты и старшеклассники перешли в наступление. Дмитрий Ярыш тогда еще не командовал правым сектором. Он лишь был в числе тех, кто еще в начале Майдана предложил объединить все патриотические и радикальные движения. Дмитрий Ярыш. Основные лозунги были направлены против Беркута и проворовавшейся власти. Однако из архивных выступлений слов не выкинешь. Россия – многовековой враг Украины. И пока существует Российская империя в любых формах, настоящая национальная независимость украинского народа невозможна. Националисты, проходившие подготовку в тренировочных лагерях «Трезуба», составили костях боевых отрядов Майдана. Ярыш с успехом координировал захват административных зданий, атаки на милицейские позиции и, наконец, впервые почувствовал реальную власть. Расставаться с этим чувством ему и другим лидерам правого сектора не хотелось. Водушевленный успехами Евро-Майдана, Ярыш согласился на время отказаться от образа полевого командира, чтобы бороться за пост президента. На юге нашей родины неспокойно. Тревога врывается в души украинских граждан. Это следствие того, что Украина двигалась не по пути создания полноценного национального государства, а путем существования неоколонии. Но нашлись и те, кто встраиваться в систему государственной машины не захотел. Соратник Ярыша по правому сектору Александр Музычко, также известный как Сашко Билый, незадолго до своего убийства, пришел на заседание Ровенской Рады с автоматом, давая понять, что идти на компромиссы даже с новой властью он не собирается. Если бы Ярыш вовремя не мимикрировал, его могла постигнуть не менее печальная участь, уверены эксперты. Те события в этом придорожном кафе возле Ровна, они были логически предопределены. Ну, собственно, человек, который встал на путь отрицания системы, а государство – это такая коварная машина, которая не терпит конкуренции со стороны каких бы то ни было атаманов, группировок, формирований. Либо ты принимаешь эти правила игры, либо тебя уничтожают, либо государство рассыпается. Ярыш принял правила игры, но его все равно ждала политическая кончина. Избиратель остался глух к призывам переодевшегося в костюм националиста. На президентских выборах он набрал 0,7%. Ярыш явно не дотягивает до приписываемого ему образа всемогущего злодея, который держит в страхе всю русскоязычную Украину. И особенно президентские выборы показали, что влияние правых радикалов в обществе существенно сократилось. Общество не хочет поддерживать правых радикалов. Поэтому миф о каком-то особом влиянии националистов и правых радикалов в украинской политике – это миф, созданный Москвой. Лидер правого сектора снова переоделся и теперь командует отрядами, воюющими на Восточном фронте. Но и о политике Ярыш не забывает. Один из немногих он публично заявил о том, что необходимо отобрать у российского бизнеса его активы на Украине. Также выступил против фасальных экономических отношений не только с Россией, но и с Евросоюзом. Однако в конце концов, как полагает украинская пресса, Ярыш и его бойцы сами стали полностью зависимы от большого кошелька олигарха Коломойского. Алина Гребнева, РБК